Так, назовите себя, пожалуйста, фамилию и милицию. Лидия Константиновна Кудряшова-Таранова. А год и место рождения? 1922 год, 18 июля, город Севастополь. А попали, когда вы на фронт, когда вы были с него? Я там оставалась, не уходила. И вдруг неожиданно там где-то прорвали. Я сейчас уже не помню, товарищи, я бы могла все рассказать, но память нехорошая. На фронте вы Севастопольские? Прорвали фронт, Севастополь остался как бы окруженный. Кто мог, тот выходил, кто не мог, приспосабливался. То ли в какую-то заходил там, ну как сказать. В общем, тяжелое время было, официально такого не было. Ну вот, в обороне Севастополя я участвовала. Ясно. А вспомните предвоенные годы. Как люди воспринимали нормализацию отношений с Германией 1939-1941 годов? Вы знаете, я перед самой войной собирали учеников. Я училась в медицинском училище. И нас собрали и послали, ну как, в командировку. И я как раз вот в Германии попала. Ну, вроде, встречали нас как? И не хорошо, и не плохо. Считали, что мы какой-то нанесли удар для немцев, для всех. Потому что они не разделяли там на фашистов. А мы ведь считали, что фашисты – это враги. А хорошие немцы – это. Ведь были немцы, которые помогали. Не только были такие. Ясно. Ну, что еще? А было ли в стране вообще ощущение надвигающей войны? Из чего она складывалась? Знаете, было такое наплевательское отношение. Нам стоит только собраться, и мы победим. Мы ведь русские, мы знаем, как воевать. Патриотизм был очень большой. И поэтому как-то считали, что ну что немцы. Ну, собрались немцы. У них никакой перспективы нет. Потому что они придут в чужую страну. Они будут везде натыкаться на какие-то сопротивления. Так и было. Очень много было. Вот училище… Забыла? Ну, не вспомнила. Рассказывай. Военно-морское училище, где готовили защитников. Там ведь всякие тоже были. Чего нам воевать? Зачем нам себя подставлять? Давайте мы сейчас вон под лодки пришли, мы соберемся и отсюда уедем. А вот вы лично как воспринимали, например, происходящее? Ну, мы были… Знаете, очень большой патриотизм был. Мы считали, что немцы – это временное, что мы все равно их победим, что у них нет никакого… Как сказать? У нас перспектива была, что наша Родина, мы должны ее защищать. А они же пришли в чужую страну. Куда-нибудь не придут, где-нибудь из-под земелья на них направлены противоядия всякие. Им не нравилось это. Ну, уничтожали много. Но потом были всякие. А вот как вы узнали о начале войны? Какова была ваша реакция? Узнала, вот как была в доме военно-морского флота вечер был. Большой вечер. Там присутствовали в основном все матросы, моряки с кораблей. Туда так поздно. Там же город Севастополь морской в основном. И все вроде все было нормально. Знали, что где-то идут бои, что наши никогда… Причем верили, что никогда не пустят в Севастополь немцев. А пустили. Ясно. Слышали вы речь Молта 1921 года? Вот как раз в доме у этого флота был большой вечер. Потом собрали. И Сталина наверняка тоже слышали. Сталина слышали? Сталина слышали. Даже он приезжал туда, поздравил всех. Но его показали, боялись, потому что народ всякий был. И были сколько случаев такие. Ну, комментировали, что вот готовится на него там покушение. Ну, я этого хорошо не знаю. Ну, какое впечатление они на вас произвели? Лично ваше мнение. Это патриотическое. Мы ждали, что это все временно. Потому что воспитаны так были. Я знаю. Так, ну расскажите о том, как вы были призваны в армию. То есть, ну или как… Я официально в этих воинских частях не была. Так, вот что… А просто нас приписали… Вот забыла, сейчас уже голова не работает. Ну, вообще… Расскажи, как на крыше была, как… Ну, нас использовали мы сначала были, как… Сандружина. Сандружина. Вот он правильно напомнил. Вы знаете, немножко… Да и ничего, ничего страшного. Вот. А это сандружина, они что? Где какие-то… Нам говорят, вот там раненые. Мы собрались, взяли сумки свои, пошли там перевязали, куда-то забинтовали, куда-то отправили, где-то положили, кого-то заставили, ты можешь идти, иди пешком. Всякие были. Некоторые вот чуть-чуть какая-то царапина, он уже умирает, уже не может. И наоборот, сильные повреждения, он идет, потому что он патриот. Разные характеры, разное восприятие этого. Ясно. А вот в каких сражениях вам пришлось принимать участие? Вот в основном взятие Сапун-горы. Это, ну, как сказать, как говорят, пуп земли, пуп Севастополя. То есть точка, с которой все можно было сделать. И тут были эти катакомбы. Это еще с войны 1854-1855 года. Оборона Севастополя, первая оборона была. Вот там были сохранены все эти места. Ну, и когда война началась, так надо было где-то применяться. Там все жили в этих вот. А вот можете вспомнить один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов? Мне трудно. Почему? Потому что непосредственно в таком бою я не участвовала. Я же как сандружинница была. Наше дело было подобрать раненых, оказать помощь и направить человека, рассказать. Некоторые были, вот подойдешь, он раненый. А кто у нас сейчас? Они не знали, кто, за кого воюют. Всякие были. Почему? Потому что призвали много народа, ну, как сказать, нестандартного такого, собрали. Вот деревня была там, скажем, вот Петрушина. Да, в этом Петрушину было 150 человек. Их, ага, ты пойдешь защищать. Взяли. Он не знает, кого он защищает. И такие были. Вы знаете, у меня еще в 60-м году участвовал в экспедиции о переводе с Северного флота из Балтики 46 кораблей. Вот, и дальний поход у него значок. Значит, Диксон, два с половиной месяца мы шли. Это Диксон, ПВЭК, бухта Ольга и Владивосток. Раз там 20 подводных лодок и вспомогатели 4 суда и 6 эсминцев. Прошел 8 морей и в общей сложности 1300 миль. Это, собственно, возглавлял экспедицию Конт-Адмирал Горовой. Это тоже на всю жизнь останется. Все, весь ледовой, что вот сейчас пишут, я глазами ясно представляю. Северно-морской путь. Ясно, ну да, Макс. Ясно. А у вас, вот вижу, много наград. Можете рассказать, за какие заслуги? Какая вам наиболее дорогая из награда? Ну, знаете, вот обороны Севастополя. Самая дорогая, да? Она самая маленькая, медалька, но она много значит. Потому что мы, я говорю, несколько суток мы были в окрестности. Вот. Забыла, успела. Ай, не страшно. Прямо на улице. И ночевали, и смотрели, чтобы кто-то там не прошел. Ну, потому что мы же не бойцы были. А я вот, как в сам дружине, я должна была оказывать только медицинскую помощь. А приходилось все. Придешь, видишь, что человек не собран. А начинаешь. Ты знаешь, вот это немцы враги. Вот, ну не все, вот эти, которые сейчас. Ну, объясняешь там, как сумеешь. Угу. Вот. Ясно. А вот можете рассказать ваши отношения к войне на разных этапах? То есть, с какими чувствами мы шли на войну? С каким возвращались? Ну, во-первых, мы, Севастополь, он город-герой. Он был еще 1854 год, 1855 год, когда та оборона в Севастополе была. Ведь не сравнить, сейчас и техника была, и вооружение, и все было. А в ту войну-то винтовка? Да какая винтовка? Во, штык такой, что оттуда достанешь. Вот. Я только вижу это по обороне Севастополя панорама. Угу. Там, там рассказаны обо всех боях. И вот мы ходили туда, смотрели, знали, что это патриотическое такое. Ну, непосредственно, конечно, мы там не участвовали еще. Ну, ясно, ясно. Малые были. Ну, вот в начале войны, как вы знаете, Красная Армия терпела поражение. А вот ваши отношения к этому? Мы верили. Верили. Вы знаете, очень много значит воспитание. У нас в школе все время патриотические были занятия. Все время как-то говорили, что, ну, это временно. У нас, вот они напали, так, ну, случайно, как сказать, мы не знали, что они нападут. Напали, не приготовлены. Готовились, к обороне готовились. Но только у нас нечем было готовиться. У нас и вооружение было не так. Я говорю, вот эти винтовки там, идешь вот отсюда туда, штык. Вот. А у них уже было самострелы, были такие, ну, Германия, она же более развитая страна была. А вот там говорят иногда, что было много дезертиров. То есть, а вот правда ли это? Вы знаете, ну, как сказать, я считаю, что это не вполне. Люди не понимали. Вот его направляют, да, он видит, что впереди кто-то погиб, ему и хочется жить. Он не идет туда. Он, вот как его назвать, по-настоящему дезертир, он не пошел сражаться. Он ушел сюда, в тыл, спрятался. А у него боязнь, ему хотелось жить, он молодой человек. Он еще ничего не видел. А нужно было идти и спрашиваться, за что сражаться. Не знали, за что. Понятно. А вот что вы знали осенью 41-го года о положении под Москвой? Вы знаете, вообще очень плохие у нас сведения были. Потому что как-то Севастополь, он был блокирован из суши. И, ну, с моря, конечно, тут корабли, что они... Особенно как-то мы знали, что Москва будет стоять. Верили. И очень сильно патриотическое воспитание сказывалось. А вы слышали вот о приказе 227, ни шагу назад? Это было. Вот реакцию можете сказать? И почему-то все это как-то соприкасалось более с Жуковым. Все говорили, что Жуков тут должен проявить себя и показать, как это не... организовать оборону. Ну, я не могу сказать ничего, потому что... Ну, я в части-то фактически не была. А вы не слышали во время войны о заградотрядах? Не приходилось ли вам встречаться с ними? Нет. Может быть? Нет? Нет. Ясно. Просто были отдельные патриотические такие, как группировка. Вот соберутся. В основном организовывали и возглавляли моряки. Они или... Вот лежит в госпитале. Лежит моряк и лежит простой солдат. Солдат как-то больше переживает, что он ранен, что он здесь останется, останется и будет жить. Потому что он сохранит. А моряки наоборот. Те... Или больше патриотизма было. Они старались рваться в бой. Ну, не всегда это получалось. Ясно. Вот как-то... А вот о штрафных ротах и батальонах, о штрафбатах что-нибудь знали? Ну, вот как раз в районе... Не судьба. Перед этим... Перед Сапун-горой был... Ну, где-то в той области. ...морской... Как было? Ну, соединение морское. Не соединение, а часть небольшая. Там их человек 150 было. Они охраняли подступы к порту. Ведь порт там большой был. Надо было как-то охранять это. Охранять-то нечем. Есть вооружение, нет патронов. Патроны привезли чего-то. Вообще очень плохо было все организовано. Потому что все это спонтанно так, знаете, раз-раз и какой... Ну, во всяком случае, был и такой период, когда взяли, что кругом уже занято. С моря корабли подошли. С этой стороны с суши тоже непонятно что чего. И, ну, короче говоря, руководство немножко тут упустило, что ли. Может быть, я хорошо не знаю. Во всяком случае, все надеялись, что как смогут, вот сможет эта кучка народа там защитить, значит, будет хорошо. Не сможет, значит, прорыв. Ясно. Плохо было. Кого в армии считали наиболее выдающимися полководцами? Вот. Можете рассказать? Ну, сначала все говорили. Жуков, Жуков. Потом... Ну, вот вы знаете, что вот Жукова, есть мнение, что Жукова на войне не очень любили, называли мясником. Вам приходилось слышать что-то подобное? Почему? Вот построили перед выходом как раз, построили все, ну, сколько было там, не населения, а сколько осталось этих воинских соединений. Там уже не соединения, а какая-то кучка-то построили, он вышел. Он жесткий, он грубый был. Но он привык так, он командовать привык. Поэтому я не знаю, как-то... А больше... Был еще, правда, вот офицер, но я сейчас забыла уже. Ну, ясно. Столько времени прошло. Ну, на фронте, как вы знаете, были люди разных национальностей. По вашему мнению, многонациональность это как? Плюс, минус? Хорошо-плохо. Вы знаете, у нас вот как раз перед, вот я говорю, Сапун-гора, а там целые эти... Ой, как называется, забыла. В общем, где раньше находились воинские соединения, потом все это осталось, и пустые, как казармы там были. Катакомбы, что ли, какие-то? Да, 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 да. Вот, вы знаете, немножко это... Вот. И... Тут вот, когда построили, все говорили, что надо сюда не пустить. А как не пустить? Сюда мы не пустим с города часть. А они по морю подходят на катерах и опять отгоняют. Вообще сложная обстановка была, тяжело, я не знаю, там... Сейчас я уж не помню, кто и руководил хорошо. Не помню я. Ясно. А вот повлияло ли участие в войне на Ваше отношение к религии? То есть, каким образом? Вы знаете, еще в школе. Вот. У нас всегда собираются, обязательно вынесут этот портрет какого-то там святого. Был он святой или нет, никто не знал. И вот начинают. Вот он хороший. Это было. И в то же время были как комсомольцы и пионеры. Мы их вот, они говорят, я его не видела и не знаю этого святого, и не хочу знать. Вот. Совсем другое отношение. Но патриотизм был основан, конечно, не на религии. Мы не знаем. Ясно. Ну, скажите, пожалуйста, о Вашем отношении к рогу. Каким Вы его видели, воспринимали как? Ну, во-первых, конечно, жестокость. Они очень плохо относились ко всем. И раненых, и избивали, и мало избивали. Они так это, как только могли, так и издевались. Поэтому, конечно, и потом вообще сама обстановка заставляла говорить, что они нам не нужны. А Вы вот видели когда-нибудь пленных врагов? Видела. А вот Ваши чувства, впечатления, отношения к пленным вообще? Ну, во-первых, были такие, которых заставили. И мы объясняли, вот и вот на допросе. Вот мы один раз, ну, так негласно присутствовали. Я же в воинской части так вот боевой-то и была. Ну, приходилось, слышали. Вот ему говорят, ты почему пошел? Заставили. Как заставить? Тебя могли заставить еще что-то сделать? Молчит. Не знаю. А потом, так если взвесить правильно, у них патриотизм тоже должен быть. Они должны были защищать свою родину, то есть свою линию. Поэтому, не знаю, сейчас по-другому уже оценивается. А приходилось ли Вам во время войны слышать о власовцах? Слышать слышала, но не видела. Один раз сказали, что там кого-то, какого-то поймали на, пришел на катере вроде, там бухта у нас была такая, заход в бухту. И как раз выход в эти вот казармы, где прятались. Вот он как туда попал, я уже сейчас не помню. Вот, но что вот он имел целью там что-то сделать, его поймали. И вот, кто это, одни говорят, что это из армии Власова, а кто говорит, что просто какой-то сам действует. В общем, не могу сказать, не знаю. А вот что представляло наибольшую сложность в быту? Ну, в быту, ну, во-первых, с питанием неважно было. Надо было где-то найти истоки обеспечения там. Но в основном там, конечно, матросы, они добывали, делились и снабжали. Ну, так особенно. А когда было воевать труднее? Летом или зимой? Почему? Я как-то мало. Я как раз была вот в такой период, когда еще и не жарко, и не холодно. И потом мы из Севастополя уехали. Мы на катерах, на Кавказ приехали, привезли нас. И под Сухуми там организовали, ну, такое временное место. Ну, было я сейчас все. И в этом, в общем, там раньше был парк, ВИР, Всесоюзный научно-исследовательский институт, парк. В этом парке устроили, значит, такие неполадки. Они временного содержания такие были. Ну, временный городок такой, да? Да. Вот там были мы. Почему? Потому что привезут, мы, кто там послабеем их в помещение, остальные прямо на улице, там дадут матрас, бросят. Ясно. В общем, всяко было. Ясно. А вот в военное время, то есть какие у вас развлечения были там или еще что-то? Ну, ансамбль Черноморского флота в основном. Они настолько были настроены патриотически, настолько находили время, что даже несмотря на то, что у них кругом такая напряженная обстановка, вот несколько раз приезжали вот в дом флота, так туда пройти нельзя было. А вот как вы можете охарактеризовать отношения на фронте между мужчинами и женщинами? Всяко. Всяко. Было очень много, первое время очень много, особенно из такого начальствующего состава. Вот смотришь какой-нибудь офицерик, он представляет, что раз девчонка, все ему дозволено. Это все было. Их наказывали тоже. Но наказывали как? Вот что-то случилось, ей самой-то стыдно говорить об этом. Ну, скажет, скажет, его накажут. А что толку? Ничего, он поехал в другую часть и то же самое сделал. Ну, я. Так что, а потом, знаете, какой был девиз? Война все спишет. Вот. Так что, всякое. Ну, нет, я забыла, если бы я не забыла, я бы много рассказала, интересно, хорошее, но голова не работает. Ясно. А были ли вы ранены, может быть? Нет? Вот, ну, как сказать, это, можно сказать, и не ранение, вот. Чуть-чуть, это когда мы как раз вот... Ну, зацепило. Зацепило чуть. Ну, это... А когда и где, не помните, это было? Это все в этом же районе, вот, около этого. Ясно. Как же забыла. Вы в плену, в оккупации были? Нет, не было. Тут не было. А может, как вот... У вас есть знакомые, которые были в плену оккупации? Вот как относились? Ну, сейчас у меня вообще никого нет. Все я связи потеряла как-то. Тут время прошло много. А потом одно время было такое, что все боялись как-то чего-то найти, какого-то... Куда ты, куда ты. Вот. Хорошо. А что вы знали о союзниках СССР? Насколько ощущалась их помощь на фронте? Да, конечно. Вот, я говорю, перед... Вот, когда построил всех, вот, Жука, вот еще один был. Рокоссовский, может быть, какой-нибудь? Нет, не Рокоссовский. Он не такой известный. Ой, забыла. Вот. Он говорил, что все это временно, что мы скоро все победим. Все ждали победу. Ясно. Вот и все победа. Ясно. Как она тяжело доставалась. А где и как вы встретили День Победы, 9 мая? Что делали, что чувствовали? Вот в Сухуми были. Пришли мы на центральную площадь. Оттуда столько вышло всяких. Кто был где-то там, скрывался. Кто официально, кто неофициально. Там целое шествие было. И все пришли к этому, к морскому причалу. И там как митинг был такой. Вот. Теперь предлагали в честь победы, значит, вот на катера садитесь, вас прокатят. Ну, во-первых, кто хотел, и кто и не хотел. И страшно было на этих катерах тоже. Так что, в общем, ну, в общем, сухуми я. Это. Ясно. А вот как вы думаете, какой фильм о войне лучше всего придает атмосферу тех лет? То есть отношения между людьми вашего поколения? Ну, я не знаю. Вот они сражались за Родину, если этот фильм. Да как-то я... Было время такое, что мы не больно смотрели, так сейчас не помню я. Ясно. А, может быть, вы можете рассказать про произведение какого писателя, правдиво отображают войну? Ну, ладно. Нет. Ничего. Ну, что вы можете еще? Вы знаете, я вот знаю, а сейчас высказать не могу, потому что я потеряла память. Ну, ничего страшного. Ну, что можете еще вообще добавить, в общем, ко всему уже сказанному? Ну, что скажу, что... Молодежи можете что-то советовать. Молодежь вся была настроена патриотически, очень хорошо помогали. Рабочие, это вот был там такой завод, где ремонтировались и строили, сначала ремонтировали, а потом стали строить даже корабли. Этот Севастопольский морской завод. Там ведь оттуда столько ушло бригад, столько ушло патриотических соединений. Молодежи, они даже знали, что имеют бронь тут на заводе, они шли на фронт. Много это, ну, это все. Ну, что вы можете еще посоветовать там нашей молодежи сейчас? Ну, во-первых, что я скажу. Я одно время нас просто просили, ходили мы на все эти собрания молодежи, рассказывали. Ну, я тогда еще могла кое-что рассказать. А сейчас я говорю, у меня голова не та голова. Ну, ясно. И рассказывали, как собирались, как готовились, как что-то нужно. Ну, в общем, наставляли на теперешнюю жизнь. Ну, ведь по-всякому это все воспринимали. Некоторые хорошо считали, да, это правильно, это надо. А некоторые говорят, что ты нам там вешаешь на... Ну, ясно, ясно. Ну, хорошо. Ну, все тогда. Спасибо вам большое.